Снова программа «Парадокс». У нас в гостях Сергей Жигарев, депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне. Разговариваем о нашей замечательной армии и проблемах, которые есть, и как их решать. Вот мы упомянули с вами одну проблему – это элементная база. Вот как решать эту проблему? Ведь можно просто, насколько я понимаю, закупать, скажем, линии по производству тех же чипов. Можно. Потому, что если взять «Роскосмос», насколько я понимаю, у них проблема в том, что, собственно, элементной базы нет, они закупают китайские чипы, которые не работают в космосе. Но они просто не сертифицированы и, соответственно, не выдерживают требований. Вот с этим как быть? Ведь это же практически, насколько я понимаю, это такая проблема стратегической безопасности страны. Ну, давайте будем говорить честно, что вполне откровенно. Давайте так понимать, что у нас вообще проблема с радиоэлектронной промышленностью была еще и в советские времена. И у нас это такая болезненная отрасль, но никак не получается у нас это делать. И единственный срыв по оборонзаказу, который у нас идет, и составляет на сегодняшний момент порядка 50% как раз по вопросам связи и радиоэлектроники. Сегодня, в общем-то, предполагается, возможно, гипотетически, если мы говорим о возможной Третьей мировой войне, не дай бог, но в конечном итоге мы, чтобы ее не было, должны быть к ней всегда готовы. Это в том числе и пропускная способность объема информации, линии связи и системы обнаружения и взаимодействия со средствами ПВО. И, конечно, здесь у нас большая проблема, поскольку промышленность, скажем так, в 90-е годы вообще это не была загружена и развалилась. И с точки зрения специалистов вымывание кадров чисто возрастного. И отсутствия заработной платы, и возможности производить гражданскую продукцию, поскольку все было... Им здесь не было системы двойного назначения. Кому нужно два военных локатора? Поэтому это, да, это огромная сложность. И закупать, исходя из собственной безопасности страны, мы это за рубежом не можем, можем производить только сами. Поэтому я не открою большого секрета, если скажу, что здесь у нас большие надежды на фонд Сколково. Там есть компании, которые работают в этом направлении, там развивается частное государственное партнерство, и мы надеемся, что она принесет свои результаты. Что касается чипов, покупленных там в Китае, на Тайване, и т.д. и т.п., то мы прекрасно помним с вами примеры той же АЭС в Бушере, да, и мы не хотим иметь такие чипы в системе военного управления, которые в единственный нужный момент, когда она не понадобится, по команде извне будут отключены, и вся система обрушится. Поэтому это только свое производство. Здесь недопустимо ничто. Что касается китайских запчастей, тайвандских, которые используются в ракетной промышленности, знаете, как мы иногда шутим в океан экспорте, то это просто недопустимо. Я считаю, что первой космической державе, каковой является Россия, как правоприимница Советского Союза, есть вещи недопустимые. И мы много раз поднимали вопрос на комитете относительно введения ГОСТов на предприятиях космической отрасли. Да, сегодня они не есть, но, видимо, не в недостаточном объеме. И, безусловно, есть случаи вообще из ряда вон выходящие, когда выясняется, что такого рода запчасти закупаются через фирмы-посредники и собираются в гаражах в городе Королеве. И такие вещи тоже вскрываются, остаются за состоянием общественности. Надо ужесточать контроль. А как его ужесточать? Ну, потому что, смотрите, вот раньше за такие вещи головы отрывали. Сейчас практически, насколько я понимаю, никто никакой ответственности ни за что не несет. Ну, упало там несколько спутников, упала пятая ракета подряд. Ну, пожурили, и все. Но ситуация здесь... На этом все закончилось. Ситуация здесь так просто не исправляется. Помните, полтора года назад был скандал в Химках, когда фотокорреспонденты пролезли на ракетное предприятие, используя дырки в заводе... А, да, на стендах. Да, да, на испытательной стенде. Да, и ходили по заводу, да. Ну, тем не менее, Рогозин отбил руки, и Заборовых рук заводов все-таки восстановили. И эта вещь такая поступательная, да, она не сразу приходит в сознание. И здесь очень нужен большой кадровый резерв. Ведь помимо общей, как бы, проблемы с промышленностью, мы еще потеряли вопрос воспитания и создания управленческих кадров. Это не так просто. Да. Когда молодой человек приходит на завод токарем, потом начальником цеха, потом инженером, проходит обучение, и вот через 20 лет он перед вами готовый специалист. Ну, в 90-е годы промышленность не работала, эти молодые люди на заводы не приходили. Они оказывались охранниками, торговцами на рынках, менеджерами, продавцами сотовой связи, но на заводах их не оказалось. Поэтому здесь большая проблема не только с точки зрения, что у нас сегодня не хватает рабочих специальностей, чтобы в полном объеме сказать, что мы готовы к выполнению оборонзаказа и передаче в армии современных систем вооружения. Мы сегодня говорим, что не хватает и управленческих кадров. Поэтому иногда, вот я с вами с вами соглашусь, да, невозможно как бы терпеть этого директора. Да, мы видим тот объем нарушений, который он ведет, но даже нет возможности заменить изображение этого человека на другого. Потому, что у нас ситуация страшная, на самом деле. Вице-премьер узнает об этом, грубо говоря, из интернета и должен заниматься забором. Да, это, вот, к сожалению, особенности управления в ручном режиме. Вот еще вопрос, на самом деле, на мой взгляд, очень важный подняли. Это вопрос кадров. Не столько кадров, сколько утери инженерных и научных школ. Да. Это серьезная проблема или нет? Потому, что я вот смотрю, знакомый, я просто сам физтех заканчивал, движками занимался. Люди, которые, в общем-то, были подготовлены, они, как вы правильно сказали, они просто два поколения выпали. Ну, остались инженеры и научные работники преклонного возраста. Как пойдет молодой человек, скажем, после вуза работать в ящик? Зарплаты там ниже, чем в ларьках. Пока. Как вот эту проблему решать? Проблема колоссальная. Ну, во-первых, падение престижа. Да, у нас сегодня юристов больше, чем физиков. Нет, я так шучу. Иногда говорю, что юристов, что вы будете делать, когда умрет последний инженер? Да, да, понимаете. Химиков больше, чем профессиональных машиностроителей. Это колоссальная проблема. И здесь, я еще раз говорю, мы рассматриваем две возможности. Ну, во-первых, сегодня зарплаты высококлассных специалистов, в том числе инженерного корпуса, они сегодня действительно сопоставимы с зарплатами в крупных коммерческих банков. Это поднимается, это видно под предприятием авиационной корпорации, это видно по Ростехнологиям, это видно по оборонэкспорту. По многим предприятиям сегодня поднимаются зарплаты, и сегодня специалисты действительно востребованы, и здесь невозможно привести зарубежную инженерную силу, так скажем. Вот, поэтому здесь только своими силами. Второй момент, который мы поднимаем, да, это закрытые ящики. Мы должны людям это компенсировать. Компенсировать это зарплатами просто невозможно, поскольку эти предприятия иногда находятся в закрытых городах, в достаточно большом удалении от крупных региональных центров. Плюс-то режимные объекты. Это несет множество ограничений, поэтому это социальными льготами. Это возможностью, как бы, условно говоря, получить квартиру гораздо быстрее и лучше, чем она предоставляется даже на коммерческом рынке. Это теми социальными льготами, которые детские сады, школы, спортивные центры, театры, возможности отдыхать на своей территории своей страны. Ну, вот такими вот вещами. И здесь у нас нет возможности, я вам скажу вполне честно, нет возможности делать это за государственный счет. Именно в прямом смысле за государственный счет выделять деньги. У государства нет денег больше, чем выделяют сегодня на программу модернизации предприятий и на оборонзаказ. Поэтому, но у нас есть следующий механизм. У нас предприятия в советские времена же, они строились, знаете, как моногорода. Со своими дворцами культуры, со своими колхозами, совхозами, со своими земельными участками. И вот здесь мы сегодня рассматриваем возможность привлечения частного государственного партнерства на предмет непрофильных активов этих предприятий. Условно говоря, завод имени Хрунчева расположен в Москве. За счет оптимизации производства высвобождается 30 гектаров земли в Москве федеральной собственности. Мы понимаем огромную стоимость этой земли. И у нас есть предприятие Севмаш в Северодвинске, которое ни одного инвестора туда не затащишь. Вот здесь мы рассматриваем следующую ситуацию, что привлекаем инвестора на московскую землю, но с требованием построить в Северодвинске для государства. Вот, пожалуйста, ты хочешь осваивать эту землю, да, так часть квартиры передашь заводу имени Хрунчева для молодых специалистов, но по части требований, все-таки у нас это единая система гособоронзаказа, будь добр, построить бассейн, построить детские сады, построить современные дома и в Северодвинске. Вот для такого инвестора. И такие инвесторы, я хочу сказать, конечно, не простые. Это уже очень крупные инвесторы, имеющие многопрофильные холдинги, в том числе, которые входят в строительные корпорации, они появляются и высказывают желание в этом участвовать. Находятся такие инвесторы? Разговоры сегодня с таким инвестором. Дело в том, что мы под это должны обеспечить законодательную базу. Законодательной базы нет. То есть, условно говоря, предприятие, находящееся военной в Москве, может привлечь инвестора, но не может поделиться этим инвестором, находящимся в другом субъекте федерации. Вот здесь мы должны с Росумуществом это вопрос проработать и, в общем-то, создать законодательную базу, дающую возможность это сделать. Как вы относитесь к последним инициативам господина Глазева? Столько я понимаю, он предлагает мощную государственную программу стимулирования экономики. Ведь если мы будем развивать промышленность, у нас же появятся кадры, которые можно будет, и производственной мощности, которые можно будет использовать и в военной сфере. Я понимаю, но понимаете, все, что говорит Сергей Юрьевич, и я его знаю, это все касается распечатывания средств ТАП-фонда. И вы помните, когда начался кризис в 2008-2009 год, все критиковали премьера Путина за то, что у нас деньги этого фонда были пущены на банковскую систему. И больше ни на кого. И мы прошли этот кризис, прошли лучше всех. То есть, иметь финансовую подушку – это очень важно. Вопрос в том, что сегодня делать и что сегодня строить. У нас очень много лоббистов в тех или иных отраслей. И есть действительно очень много вопросов и проблем. Есть программа «давайте дадим 20 миллиардов долларов на создание современных заводов по производству самолетов». У нас все-таки великая, с большой историей авиационная держава. Много есть такого рода программ. Но вы помните правильно, экономика же, она, знаете, это как переесть. Лишние деньги могут принести только вред. – Ну, смотрите, вот возьмем, скажем, авиационную отрасль, да? Предположим, будут строить много-много самолетов. Где мы возьмем производственные мощности для строительства самолетов и откуда будут поступать к нам материалы, та же авионика? Мы должны прерваться на новостной перерыв. Снова программа «Парадокс». Я ведущий с Пандембуром. У нас в гостях Сергей Жигарев, депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне. Я просто, почему я поднял этот вопрос, меня очень напрягает пример «Суперджет». Это же практически сборная солянка, и российского там только исходный материал – алюминий. – Ну, вообще, по тем цифрам, которые дают УАК, 60%. Ну, по тем цифрам, которые я видел, там 90% импортных деталей. Ну, возьмем хотя бы одни двигатели. – Давайте возьмем посредине, согласимся на 75%. – Но все равно это большой процент. – Это большой процент. – То есть, практически мы будем кормить производителей в других странах. – Ну, вы поймите, это же вполне объективная вещь. Ведь у нас самолеты, мы говорим в Советском Союзе, да, ведь они строятся не только на территории Российской Федерации. У нас же была построена экономическая интеграция. Часть производства, допустим, у Илюшина находилась в Узбекистане, на Украине. И все было так перемешано. И когда мы все стали самостоятельными странами, то с учетом этих корпораций мы не смогли управлять этими заводами. Эти заводы, которые, условно говоря, кто-то производил двигатели, кто-то производил авионику, кто-то стал производить кастрюли, а где-то на территории завода открылся рынок. И все это надо было создавать по-новому. Самолет построить очень непросто. И у меня есть близкие, знакомые, которые вплотную занимаются этой работой и в Илюшине, и в Уаке. И я вам хочу сказать, что да, сегодня с самолетами огромная проблема. Вот я вам приведу следующие цифры. Буквально недавно мы это обсуждали в Госдуме по авиации. У нас 50% парка самолетов, которые летают по внутренним линиям, это уже зарубежные самолеты. Причем не самого лучшего качества. Это уже старые, отлетавшие самолеты в Европе, в Америке и сегодня пришедшие к нам по лизингу. Что поразит, на этих самолетах там разрешено перевозить только грузы после определенного... А здесь, да. А здесь это пассажирские самолеты. В следующий момент на зарубежных линиях у нас сегодня процент иностранных самолетов порядка 90. То есть, практически западные, то есть, иностранные авиалинии в другие страны самолеты мы уже потеряли. И стыдно, когда наша держава, в общем-то, не имеет своих гражданских самолетов, но имеет такие замечательные истребители, которые мы собираемся делать пятого поколения. Но, что нам на эту тему предлагается сделать? Ну, во-первых, будем говорить честно, Илюшин у нас уже первый взлетел. Пускай грузовой для военной авиации, у нас он уже взлетел. В этом году президент прилетал, смотрел на первый взлет. Что касается «Сухой Суперджет», то, разумеется, вот это ЧП в Малайзии не сыграло положительную роль. И есть к нему много вопросов. Но, тем не менее, мы все равно можем сказать, что это российский самолет. Да, он создавал совместные с итальянцами. Мне самому не нравится этот бренд «Сухой Суперджет», который, в общем-то, придумали для позиционирования его в западных странах. Вот, поскольку у нас есть лучшее название. И Туполев, и Илюшин, и Яковлев. Но был же прекрасный проект «Тушка-334». Зачем его похоронили? Ну, я еще раз вам говорю. Вот этот весь развал, вот это огромное количество авиакомпаний, региональных которых у нас не появилось. У нас тоже сейчас идет собирание все-таки в единую позицию. Мы сегодня пришли к пониманию тому, что в этом секторе, в этом секторе лучше пускай будет монополия аэрофлота, но будут надежные авиаперевозки на современных самолетах. В конечном итоге потребитель самолетов, это является авиакомпания, да? Авиакомпания всегда будет покупать, где дешевле. Поэтому, чтобы появилась социальная ответственность, наверное, то, что касается авиаперевозок, я здесь сторонник монополизма. Но, а где гарантия того, что... Хорошо, создадим мы одну авиакомпанию аэрофлота? Ну, я утрирую, да? А где гарантия того, что он будет покупать российский самолет? Ведь она же должна конкурировать с другими авиакомпаниями. Гарантия здесь – это госпакет, который имеется в компании аэрофлота. Это возможность, создавшаяся возможность российской промышленности выпускать современные самолеты, которые должны быть, во всяком случае, если не лучше, то уж точно не хуже западных аналогов. Это не такая простая вещь. Для того, чтобы конкурировать с Боингом, всей Европе пришлось объединиться. Согласитесь. И сегодня мы можем говорить, что сегодня Боинг выпускает Америка, а Аэробус выпускает Европа. Вся Европа. Да, вся Европа. Это такая кооперация. Поэтому, что касается сухой суперджет, здесь не надо бояться кооперации, поскольку... Я боюсь качества – это самолет. Качество – самолет. Я летал на сухой суперджет и... А я билеты сдал, когда я узнал, что еще... Я летал на сухой суперджет. Конечно, появилась масса вопросов. Он очень похож на среднемагистральный аэробус. Я сам задал вопрос. Как раз мы летали с Погосяным Михаилом Славовичем. Ну, смотрите, ну, как похоже, да, как скопировано. Не проще было купить. Но ведь еще такой вопрос. Есть заводы. Есть люди, которые должны на этих заводах работать. Которые должны получать заработную плату. Есть моногорода, которые живут за счет этих заводов. Есть желание и, самое главное, авиационно-конструкторская мысль – построить современный надежный самолет. Ну, хорошо. Я просто, скажем так, знаю, кого строили. Не будем эту тему дальше продолжать. Вернемся к армии. Ну, на самом-то деле, ведь армия... У нас же всегда кадры, они не столько кормились, а воспитывались, в общем-то, и в гражданской авиации, и инженерной школы. Вот у меня всегда возникает такой вопрос следующего характера. Если, скажем так, в целом машиностроение находится не то чтобы в упадке, а будем говорить честно, убито, каким образом будет выполняться оборонзаказ? Где будут взяты инженеры, где будут взяты кадры, где будут, в конце концов, взяты комплектующие? Потому что ведь это прекрасная идея, да? 20 триллионов рублей инвестировать в экономику, в обрабатывающую промышленность. Не-не-не, в модернизацию предприятий мы запускаем 3 триллиона рублей. А на производство 20 триллионов дополнительно. Ну, грубо говоря, 23 триллиона пойдут в отечественную экономику, в машиностроение. Вопрос-то возникает, а сможет ли промышленность в существующем состоянии выполнить этот заказ? Или снова все закончится покупкой двигателей там, авионики сям? Нет, что касается, понятно, что вот если мы говорим сегодня о парке станков, то безусловно нет. Здесь есть два пути. Первый путь – это мы все станки купим там и привезем себе. И здесь, знаете, как в сказке, бах, и вдруг все появится. Но это неправда, потому что даже мировая промышленность не готова сразу выпустить столько станков, сколько нам нужно. Здесь есть сложности с тем, что мы вступили в ВТО, которые нас ограничивают по возможности ограничить доступ на наш рынок западных станков. Здесь огромное количество китайских ремарок, которые выпускают аналоги западных станков, но которые на рынке дешевле, но работают не так качественно и гораздо меньше по времени. Поэтому здесь есть четкое понимание, что все, что касается российской армии, здесь я полностью согласен и с президентом, и с профильным вице-премьером Рогозиным, должно производиться только на российских станках. Нам нравится западный станок, не надо покупать станки, давайте покупать технологии по его производству. Чтобы произвести станок, тоже нужны станки? Те станки, которые у нас именно в самом произведении станкостроения, на опытные образцы у нас есть. Нам нужны финансовые вливания для того, чтобы оживить эти предприятия. Это как раз у нас есть. Для того, чтобы не то что скопировать, а построить такой же, с возможностью его улучшения. Это у нас есть. Все-таки наши кудесники блохо подковали, а не американские. Ну, историю мальчика, кого они там подковывают? Историю мальчика танцевала не после этого блохо. И насколько у него хватило пружины. Это да. То есть, это проблема, в принципе, решаемая. Просто нужны вливания и... Есть четкая программа. Она сегодня, она принята. И она сегодня просто должна четко исполняться. Есть за нее прописана ответственность вплоть до уголовной по новому закону о гособоронзаказе. Причем, если раньше это касалось только на предприятии-поставщике, то сегодня это затрагивает всю цепочку субподрядчиков. Кому бы ты в конечном итоге не передал бы гособоронзаказ, он будет прямым ответственным по его исполнению. Вплоть до банкротства и уголовного наказания. То есть, так все серьезно? Более чем. Это я могу сказать... Это не шутки. Сегодня невозможна ситуация, при которой компания какая-то, одноневка заявится, получит аванс и убежит. Нет, ничего подобного. Правда? Правда. А почему тогда такую практику не распространить на всю, на весь госзаказ? А он на весь госзаказ распространен. Он по новому закону о гособоронзаказе. Все, что касается, начиная от поставки портянок и поставки самолетов. Нет, я имел в виду не только гособоронзаказ, а вот весь государственный заказ. А это у нас сейчас принимается федеральный закон о контрактной системе, где я просто ими не занимался. Это и занимался комитет по экономической политике. Все-таки у меня комитет об обороне. Но, насколько я понимаю, в общем-то он наступает у нас 1 января 2014 года. Возможно, там это и есть. Я не берусь на себя ответственность. Но в законе, который мы приняли в конце декабря, и который подписал Владимир Владимирович, с 1 января это уже есть. Это совсем другая ответственность. И за сроки исполнения, и за качество, и за удорожание изменения цены. Все это очень жестко прописано. Мы просто вернулись. Советская система прописана. В той ответственности за перед Родиной, за то, что делаешь. То, о чем говорил Рогозин. Если ты делаешь это для Родины, то, будь добр, умри, но сделай, если ты взялся. И что, люди будут умирать, вы думаете? Я думаю, что мы дали возможность репрессивных методов и от объема желания нагреть на этом руки. Думаете, сработает? У нас нет другого выхода. Владимир Владимирович правильно сказал. У нас это первые и последние деньги на такого рода модернизацию армии на ближайшие 20-30 лет. Других денег у нас не будет. Я почему спрашиваю? Честно говоря, с большим скепсисом к этому отношусь. Потому что посмотрим на Олимпийскую стройку в Сочи. Тоже госденьги. Где гарантии, что то же самое не произойдет с каким-нибудь проектом в оборонзаказе? Другая ответственность. И я вам скажу честно, сегодня несколько другой человек отвечает за эту работу. И я в него верю, и я в него надеюсь. То есть, опять, все упирается в одного человека. У нас сегодня, да, все упирается в людей. Сегодня, безусловно, я с вами абсолютно соглашусь. Сегодня, да, система работает точными вещами. Ну, что там греха таить? Я на много совещаний езжу и встреч провожу, в том числе и с избирателями, и депутатские приемы. Люди говорят, ну а что, вы не видели по Сердюкову три года назад, что творилось? Да, к сожалению, у нас так работает система. Пока первое лицо не обратит внимания, к сожалению, ничего не меняется. В этом и есть проблема ручного управления страной. Но, тем не менее, она дает и положительные результаты. И сегодня я вижу положительных результатов больше, чем отрицательных. Сегодня на этом управлении у нас Дмитрий Олегович. Да, он зарекомендовал себя и блестящий как политик, и как международный политик. Ни у кого нет вопросов, в том числе и наших оппонентов, относительно его ориентированности. Он настоящий патриот России. Вот он родом как раз из семьи военных, причем военных, связанных с наукой, как раз с оборонзаказом. В общем-то сказать, вырос. Был окружен, так скажем, этим духом военным и военного строительства. У него очень четкие намерения. Он посмотрел, как работает НАТО. Он съездил в Америку, посмотрел, как у них все это устроено. У него четкое понимание, как должно идти военное строительство, как должен работать оборонзаказ. И мы в этом плане, мы, я имею в виду, наш комитет и вообще Государственная Дума, только помощники. Потому что есть такие вещи в Государственной Думе, которые объединяют представителей любых партий независимыми от чего. Все, что касается защиты Родины, то я думаю, что здесь нет ни одного депутата, ни одной политической партии, независимо Думска на Недумска, который не считает, что это своим прямым долгом и обязанностью. Потому что защита, как вы говорите, Родины. Понимаете, ведь сейчас на Западе начинают возникать такие некоторые сомнения в том, что Россия имеет суверенитет над природными ресурсами. А природные ресурсы у нас все. То есть нужна армия, правильно, которая могла бы защитить страну. Соответственно, нужно современное вооружение. А вот у меня, как у налогоплательщика, возникает иногда, может быть, вы их развеете, такие сомнения в том, что та программа по модернизации армии, она будет выполнена, основываясь на предыдущем опыте всех программ и начинания нашего правительства. Понимаете, о чем я говорю? Ну, потому что, смотрите, задача сложнейшая. Безусловно. Скажем так, архи сложнейшая. Принимая внимание состояние и промышленности, и инженерных школ, и системы управления, как правильно сказали, что управленческих кадров практически нет. Если посмотреть на более простые задачи, которые были попытки решать, они почему-то все окончились, ну, не то что провалом, но не очень удачно. Все, я понял. Понимаете, да, о чем я говорю? Я понял ваш вопрос. И вы знаете... Ну, извините, мы должны прорваться на вас наперед. Мы снова в эфире. У нас в гостях Сергей Жигарев и депутат Госдумы. Первого заместителя председателя Госдумы по обороне. Обсуждаем мы программу модернизации армии, и возможно ли все это осуществить в столь сжатые сроки. Да, извините, что вас прорывал. Не, не, абсолютно. Вы знаете, вот поверьте мне, вот как бы это патетично бы не звучало бы, да, здесь надежда на национальный характер. На характер, который давал всегда на возможность проявлять все трудности и побеждать всех врагов. В том числе и победу над кем мы завтра отмечаем. Только особенности национального характера. Собраться и сделать вопреки всему и всем сложившихся обстоятельствам. И не хотелось бы аналогии приводить с 20-ми, 30-ми годами, и тоже с отсутствием кадров, с разрушенной промышленностью, и ни в коем случае не проводить параллели, какими методами это сделалось. Сегодня все-таки у нас несколько проще ситуация. Да, мы прошли 90-е годы, но все-таки, слава Богу, не было гражданской войны. И предприятие, может быть, у нас где-то и порушено, только с учетом времени, а не с учетом каких-то других иных обстоятельств. Да, уверен, справимся. Мы готовим асимметричный ответ. Асимметричный ответ, он не всегда дороже, он иногда дешевле. У нас есть с вами и демографическая проблема. Мы сегодня не можем себе позволить армию такую по размерам, чтобы она соответствовала нашей территории. Значит, наш солдат должен видеть дальше, реагировать быстрее и стрелять точнее. У нас нет других вариантов. У нас есть четкое понимание на локальные конфликты и на мировой конфликт, так скажем. И должны быть асимметричные ответы. Поэтому здесь очень четко должна быть выбрана стратегия по направлениям и асимметричности данного ответа. Мы не можем сегодня выступать в роли догоняющих. Мы можем сегодня только научным потенциалом срезать угол и уйти вперед. Нет возможности повторять ошибки. Да, может быть, я говорю какие-то такие вещи, я вижу на вашу реакцию. Но у нас нет... У меня просто здоровый скепсис. Да. Я понимаю. А у нас нет больше другого выхода. Вы поймите правильно. Мы занимаем одну шестую часть суши. Я-то понимаю, что у нас другого выхода нет. У меня к вам вопрос-то несколько иного плана. Да, вот есть понимание сложности ситуации. Времени нет. Денег в обрез. Где... Ну, гарантий, конечно, в будущем быть не может. Где гарантий, на ваш взгляд, того, что будет выбран правильный вектор развития, сделаны правильные акценты, и деньги будут израсходованы, и эти расходы принесут тот результат, на который рассчитывается. Потому что... Я еще раз повторю свой скепсис. Более простые задачи не могли быть решены с какими-либо удовлетворительными результатами. Я понимаю, но вы поймите правильно. Ведь люди, которые работают все-таки в военной промышленности, это люди непростые. Я никого не хочу обидеть. Но здесь нет возможности схалтурить. Это не строительство дороги. И случайных людей там не бывает. Это не строительство какого-то сооружения. Он вчера и на рынке торговал, а сегодня он решил стадион построить. Нет там такого рода специалистов. Всегда являются специалисты либо от рождения, либо призванные в профессию всю жизнь ей посвятивши. Да, у нас есть сегодня большая проблема с их возрастом. Есть большая проблема с преемственностью профессии. Но технические специалисты есть. И в угловую углу они ставят патриотизм. Но ведь, извините, перебиваю, здесь проблема-то не в технических специалистах, а проблема в управленческих кадрах. Понимаете, технический специалист может сделать какую-то прорывную работу. Но она не будет востребована, потому что она не стоит на очереди финансирования. И вот каким образом осуществляется, мне просто интересно, обратная связь между людьми, которые принимают решения стратегические, и именно техническими специалистами, которые разрабатывают эти решения и предлагают их. Послушайте, это как раз-то простой ответ. Есть структура военно-промышленной комиссии, есть научно-технический совет, который наполовину засекречен, поскольку в нем работают такие специалисты, в том числе ученые под таким грифом, которые принимают решения по разработке или внедрению тех или иных научных разработок, которые как-то принимаются. Советская система еще осталась? Безусловно. У нас вообще многое, в этой системе очень много хорошего. И сегодня как бы создан фонд перспективных исследований, и вот он как раз туда выносит на решение, в том числе и он выносит. У нас есть очень много неокров, которые еще ведутся уже по 20-25 лет, и сегодня как раз приходят к опытным образцам, и к образцам, которые начинают сегодня внедряться в военную промышленность. И я вам хочу сказать, если бы такого успешных опытов бы не было бы, мы сегодня не имели бы возможных гипотетических истребителей пятого поколения. Ведь именно это те наработки, и несмотря на всю сложность финансирования, которые финансированы в течение 20-25 лет. Это, к сожалению, наука. Здесь я вам скажу откровенно и честно, это как в темную комнату входишь и не знаешь, кого оттуда вытащишь. То ли котенка, то ли тигренка. И здесь нет желания кого-то обмануть. Ученый, он занимается разработками, занимается большой наукой. Из большой науки рождаются производственные вещи, которые можно тоже так или иначе применить. Поэтому отсюда и поддержка Академгородков, которую мы сегодня введем. Мы сегодня принимаем закон об Академгородках, который оградит их от беспредела муниципальной власти. Все-таки эти городки строились для науки. Которая даст возможность, это сегодня финансирование фундаментальной науки, прикладной науки. Которая да, я вам скажу, что возможно, возможно, да, там в девяти случаях из десяти, я не могу сейчас привести статистику, это в пустую выкинутые деньги. А в десятом случае это такое изобретение, как интернет, который полностью изменяет мир и наше мировосприятие. Ведь интернет – это американская заработка именно военная. Поэтому здесь, надо сказать, это сродни «угадай мелодию». Но угадываем же, иногда лучше всех в мире. Но вы все-таки уходите от ответа на вопрос. Я повторю, смотрите. Есть светлые головы, да? Есть деньги. Между светлыми головами и деньгами стоят эффективные менеджеры. Эффективные менеджеры у нас сделали Сколково. Я его называю «пустоград Сколково». Объясню почему. Потому что до сих пор, к счастью, еще есть много центров научных и инженерных, которые, в общем-то, загибаются от недостатка финансирования. Не надо было ничего устроить. Может, было просто, да, деньги вкладывать. Это мое мнение. Еще у нас есть банан на технологии, простите, Роснано. Я вот смотрю на эти примеры, какие деньги были израсходованы что туда, что сюда, и мне становится как немножко не по себе от того, что я прекрасно понимаю. С вами согласен, что нет ни времени, ни, скажем, особо больших денег, чтобы модернизировать армию. Чтобы как-то защитить страну. У меня деньги раз огромные, но просто последние. Ну, а это равносильно тому, что их мало, и они должны быть израсходованы четко. Где гарантии, какие, скажем так, какова будет ответственность лиц, которые распоряжаются с этими деньгами и принимают решения? Ну, я вам скажу честно, откровенно, да, это… Это самый главный вопрос сейчас. Да. Это не та ситуация, где можно пригласить западного менеджера или западного консультанта. И других людей, кроме вот своих вот этих вот, наших, российских, других людей нету, и в эту историю точно не будет. И здесь только, я считаю, вот вполне так, как говорил откровенно, в канун 9 мая. Я думаю, что сыграет несколько вещей. Это патриотизм. Это уголовная ответственность и неизбежность понимания наказания. Вот три вещи, которые вот должны у человека находиться внутри, снаружи и ежедневно его окружать. Он понимает, что это та вещь, знаете, как нельзя… Я скажу такие обычные, простые вещи, но которые мы постоянно в обществе обсуждаем, и которые, к сожалению, к моему глубокому, к сожалению, думаю, к вашему, к сожалению, не происходят. Что нельзя пьяным садиться за руль. Что, когда по земле идут люди, то надо их пропустить. Что, если в общественный транспорт входит беременная женщина или пожилой человек, надо уступить ему место, да? Вот такие простые вещи, да, они должны находиться и в головах тех людей, которых вы называете менеджером и управленцами военно-промышленного комплекса. А, к сожалению, другого нет, и других людей нам из общества, с Марса нам их не привезти. И никто нам их не подарит, ни из прошлого века, ни из будущего. И представляется над теми кадрами, которые есть. И здесь очень важно, важны две вещи. Это идея и руководитель. Ну, эти вещи, которые вы назвали, они же воспитываются достаточно просто. Этого делать нельзя, иначе будет осисяй. Вот осисяй будут раздаваться или нет? Реальные только осисяи. Потому что... Осисяи, как вы назвали, и, кстати, я теперь буду применять это слово. Это полунин. Да, они уже раздаются. Поверьте мне, они уже раздаются. И вот примеры недавнего Ижмаша, бывшего руководителя. Да, да. Да, и это, кстати, примеры всем нынешним руководителям. Даже не только мы идем по прошлому, но мы показываем и современным руководителям, которые сегодня находятся, и в том числе на Ижмашах. Ай-яй-яй. Поэтому это и касается еще ряда направлений, и я думаю, вы их услышите. Которые, да, будут, безусловно, наказательные примеры, они всегда нужны и важны. То есть вы хотите сказать, что вдруг появилась политическая воля что-то сделать правильно? Это вопрос и политической воли... Или это просто вопрос выживания страны? Абсолютно у меня... Вот взяли просто слова из горла. Да, это вопрос выживания страны, это вопрос выживания нашей политической системы. И если мы не будем соответствовать, рано или поздно с нами поступят как с Ливии, как сегодня пытаются поступить Сирии, и никакие призывы к демократии, к свободному волеизъявлению народа, и на какое мировое сообщество не появляет, поскольку, как вы сказали ранее, мы самая большая страна по объему ресурсов на планете. И суверенитет ставится под вопрос. Я просто... Вот у нас минута осталась, я выскажу, что такое, может быть, опять же скептическая точка зрения, понимаете, ее не было, и политическая воля вдруг появилась. Что произошло? Знаете, мы вышли из леса. Да, мы занимались внутренними сложными проблемами, и согласитесь, начало 2000-х было непростое, и конец 90-х непростых, и вот это желание Северного Кавказа отделиться, и вторжение в Дагестан. У нас было масса внутренних проблем, и надо было разобраться с системой экономического управления страны, и, наконец-то, посмотреть на возможность, то, что происходит за забором. Я все-таки хотел бы, если есть возможность, буквально полсекунды, хотел бы вас поздравить с наступающим праздником. Поскольку нет в нашей стране тех людей, и хоть одной семьи, которых этот праздник бы не касался. Я всех поздравляю и ветеранам желаю, в первую очередь, здоровья. Ну, мы выжили из-за ветеранов. Не было бы ветеранов, не было бы нас. Это правда. Я тоже хочу поздравить всех с наступающим праздником. Все-таки, на мой взгляд, это величайший праздник в нашей истории. У нас в гостях был Сергей Жигарев, депутат Госдумы. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне. Прогромился с Пандемуру. Удачи! Продолжение следует...